МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика в студии. Юлия Важенина о главных новостях Чувашии прямо сейчас. Социальные обязательства на еженедельном совещании обсудили вопросы предоставления жилья нуждающимся категориям граждан. Функция вакцинация. Все желающие привиться от ковид-19 теперь могут записаться через интернет. Спортивный дух. В Новочебоксарске прошли всероссийские соревнования по легкой атлетике на кубок главы Чувашии. Глава Республики Олег Николаев встретился с депутатами Государственной Думы России. Участники встречи обсудили результаты совместной работы в прошлом году и наметили планы на этот. Напомним, в 2021-м состоятся выборы в парламент страны. Большинство из запланированных мероприятий в Республике реализованы. Почти все целевые показатели выполнены. Но есть и над чем работать. Если говорить о деньгах федеральных, у нас неосвоение федеральных средств чуть более 1 миллиарда 800 миллионов рублей в этом году. Но радует что? Радует то, что из них это более миллиарда рублей, 1 миллиард 57 миллионов, это те деньги, которые были выделены на троллейбусы. Мы уже соглашение подписали, ждем подтверждения. Сами троллейбусы мы должны получить уже в феврале-марте этого года. Более 280-10,89 миллионов рублей, по-моему, это рекультивация БОСС. Это тоже было ожидаемо, потому что объект очень сложный, объект очень большой. Контракты заключены, нам его подтвердят, и мы доведем работу. Определенные успехи были достигнуты в сфере образования. По теме образования и науки здесь в полной мере все, что мы можем сделать, потому что есть и наработки, и движения, вы видите, потому что мы с вице-премьером по профильной деятельности с Аллой Леонидной Салаевой постоянно на связи, то есть мы ведем темы. В большей степени получается, например, когда мы отстояли средства на общежитие, и одно из общежитий уже на полгода раньше сдано для студентов. То есть мы общались, это очень здорово. То есть когда республика себя показывает как надежный партнер в министерстве федеральных и правительства, то есть это дорогого стоит. Глава Чувашии обратил внимание на необходимость тесно взаимодействовать с депутатами районных собраний и поселений. На местах знают основные проблемы муниципалитетов, а парламентарии – пути их возможного решения. Мы должны с главой муниципалитетов работать, это грантовая поддержка. Очень много грантов муниципалитета наши могут участвовать, и здесь от правильного составления документации, от правильного подхода, и мы здесь должны реально участвовать и помогать. Иногда вот и отец на сотрудничество Министерства строительства, и лично-коммунальное хозяйство, тем более наши там земляки работают, и в этом министерстве, и они как раз помогали в получении грантов нашей муниципалитеты. И как раз мы здесь, наверное, в этих направлениях должно быть связующим звеном. В ходе встречи были затронуты вопросы поддержки моногородов и строительства новых социальных объектов. Депутаты Госдумы готовы поддержать проекты, инициированные правительством республики. Ольга Алексеева, Алина Сусметова, Дмитрий Салманов, Республика. Освоение бюджетных средств прошлого года – обильные снегопады последних дней. Эти и другие темы обсудили сегодня на еженедельном совещании. Серьезный пробел – неосвоение средств по линии обеспечения жильем льготных категорий граждан, многодетных семей и детей-сирот. Эту проблему надо решать в первую очередь. Это социальные обязательства региона. По тем средствам, которые сегодня заложены на 2021 год, по детям-сиротам необходимо закупить 91 квартиру. Это мы крупные муниципалитеты берем. Соответственно, при возвращении неосвоенных средств от 2021 года, то потребность составляет порядка 140 квартир. Из них сегодня с застройщиками переговоры ведутся. 120 квартир, в принципе, уже есть договоренности. Я думаю, до конца января месяца, в принципе, по данным квартирам будет вопрос закрыт. В Чувашии уже четвертый год подряд сокращается процент бедного населения. По предварительным оценкам, по итогам 2020 года, процент населения, живущего за чертой бедности, сократился до 17%. По оценке Министерства экономики, среднемесячная зарплата в Чувашии в 2020 году составила 31 300 рублей. Это на 5,4% больше, чем в прошлом году. По реальным денежным доходам индекс составил 98,2%. По уровню бедности 12 место в ПФУ, 67-е в Российской Федерации. Обильные снегопады осложнили работу коммунальных служб. В период с 15 по 17 января Минтранс Чувашия оперативно вывел всю спецтехнику для расчистки дорог. Это почти 700 единиц. 200 из них работали в столице. Пробки и заторы ликвидировали постепенно. В настоящее время транспортно-эксплуатационный состояние сети автодорог Республики удовлетворительно. Пробок, заторов и перерывы движения имеются. Местные автодороги тоже расчищены. Особенно надо следить за состоянием тех, по которым проходят школьные маршруты. За последние недели в Республике зарегистрировано 4 случая отравления угарным газом. Всего пострадали 12 человек, 6 из которых дети. Среди них трое в возрасте до одного года. К счастью, никто не погиб. Ульяна Пятакова, Игорь Зверев, Республика. Более тысячи жителей Республики пострадали, вложившись в строительство жилья с долевым участием. В регионе идет системная работа по разморозке объектов. У каждого своя история и свой вариант решения проблемы. Первая в этом году встреча представителей власти с несостоявшимися новоселами прошла в Новочебоксарске. Еще осенью 2019 года на месте этого котлована в Новочебоксарске по зеленому бульвару 3, позиция 2, должен был вырасти многоэтажный дом. Но строительство остановилось, едва успев начаться. Сейчас более 80 человек ждут обещанных им застройщикам благоустроенных квартир. В доме должно быть 232 квартиры. Треть из них принадлежат дольщикам. Практически у всех у них похожие истории. Вложили, кредит взяли. Дети живут в маленькой квартире. Надеялись здесь большую квартиру приобрести. Надеемся, что достраивает дом. И очень надеемся, что переедем сюда, в этот дом. В марте прошлого года застройщик дома по зеленому бульвару 3АС был признан банкротом. Уголовное дело возбуждено из-за нецелевого использования денежных средств. Сейчас документы изучают в Федеральном фонде защиты прав дольщиков. Решение о продолжении строительства или выплате компенсаций будет принято в первом квартале этого года. При благоприятном исходе событий мы должны к концу года выйти на строительную площадку этого дома. И в течение полутора лет этот дом завершить строительство. По трем объектам в столице Чувашии фонд уже принял решение. Достраивать в этом году будут дом по улице Гражданской. В 2022 по улице Калинина. В 2023 в микрорайоне Соленое. Наша задача донести до людей, участников граждан, какая ситуация по каждому конкретному объекту сегодня, какие мероприятия проводятся для того, чтобы возобновить строительно-монтажные работы на объектах и, соответственно, восстановить их права. По итогам работы прошлого года нам удалось довести до ввода в эксплуатацию три объекта долевого строительства, в том числе на территории города Чебоксарска. Один дом, это дом для друзей. И по городу Чебоксары два дома. Более 500 жителей Чувашской республики смогли восстановить свои права на получение квартиры. Остается еще 10 недостроенных многоквартирных домов в республике. Встречи с дольщиками продолжатся. Татьяна Трофимова, Сергей Копеев, Республика. С этого года увеличат размер ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Определен новый алгоритм начисления, он будет варьироваться в зависимости от доходов семьи. Суммы и условия озвучили на брифинге в Министерстве труда республики. Одни семьи получат 50%, вторые 75%, третьи 100% надбавки. Главный ориентир – уровень прожиточного минимума, зафиксированный в республике. Нововведения вступили в силу с 1 января. Оказалось, что малоимущих семей стало больше и их всех надо взять на учет. Ключевым критерием будет влияние этой выплаты на уровень бедности семьи с детьми. Делами соцзащиты будет произведен расчет среднедушевого дохода семьи. Затем проводится анализ, как он меняется с учетом предоставляемого размера выплаты. То есть, если при выплате 50% от прожиточного минимума среднедушевой доход семьи подтягивается и перешагивает, скажем так, черту бедности, то семья будет получать 50% прожиточного минимума на ребенка. То есть, это порядка 5000. Или 75%. Главное, чтобы семья вышла из черты бедности. Если это увеличенное пособие не позволит вывести семью из категории нуждающихся, то государство выплатит родителям 100% республиканского прожиточного минимума на каждого ребенка. Отметим, что в расчете на семью с двумя детьми прожиточный минимум сегодня 9843 рубля. При этом предоставлять новые справки семье уже не нужно, отметили в ведомстве. Те, кто уже получает ежемесячные выплаты с 1 апреля, смогут подать заявление для назначения ее в новом размере. По данным Минтрода Республики, в 2020 году выплаты на детей от 3 до 7 лет получили 38 тысяч семей. На эти цели направлено 2 миллиарда 400 миллионов рублей. Это колоссальная поддержка. Обсуждали на брифинге и другую тему. В 2020 году уровень безработных вырос почти в 7 раз. Пик пришелся на разгар пандемии. Сегодня, благодаря комплексу мер, ситуация стабилизировалась, отмечают в профильном ведомстве. Размеры максимального и минимального пособий по безработице сохранились. Вверх это 12 130 рублей, минимум полторы тысячи рублей в первые три месяца. На соцвыплаты безработным в текущем году направлено 1 миллиард 240 тысяч рублей. Эти средства уже поступили в Республику. Те, кто ищет работу сейчас, могут обратиться в службу занятости лично по предварительной записи. Дистанционный формат отменили. Наталья Мальчикова, Дмитрий Салманов, Республика. Все желающие привиться от COVID-19 теперь могут записаться через интернет. 17 января на едином портале Госуслуг появилась функция «Вакцинация». На портале Госуслуг выбираем вкладку «Вакцинация», нажимаем «Услугу запись к врачу», далее вводим поле «Вакцинация» или «Кабинет вакцинации от COVID-19». Сайт предложит возможные даты и время для записи, а в личный кабинет придет информация. Возможно, система не сразу запишет вас на прививку, придется повторить. Количество номерков на запись на вакцинацию, оно зависит от свободных слотов, поскольку эти же номерки выбираются в том числе и другими способами. Это и запись через единый номер 122, это записи через поликлиники. Поэтому, ну и, конечно же, наличие вакцины, необходимой в соответствующих пунктах. Поэтому, если не получилось записаться с первого раза, я думаю, что можно пробовать еще раз. Сегодня в стране стартовала массовая добровольная вакцинация, а привиться могут все желающие. Записаться на процедуру по-прежнему можно по телефону и через участкового врача. Прививают вакцины «Спутник Ви», разработанной институтом имени Гамалея, а также «Эпивак Корона», она создана в научном центре «Вектор». Федеральные власти сообщили, что в гражданский оборот до конца января будет передано 2 миллиона доз вакцины. Сейчас в республике привились 800 человек, а на процедуру записались около 2000. Это была совместная работа, прежде всего коллег и непосредственно тех поликлиник, которые предоставляют эти номерки и эту работу проводят. Вот такой вариант, когда мы выбираем вакцинацию через записную прием к врачу, он, возможно, временный. Мы, да, федеральные наши коллеги из Минцифры, Российской Федерации еще сказали, что это не окончательный вариант. И будет доступна отдельная услуга на портале государственных и муниципальных услуг, которая так и будет называться вакцинация. Вот, она будет позже, пока у нас вот через записную прием к врачу, возможно, позже она изменится. Скорее всего, это будет уже в феврале. Если же вдруг кто-то решил отказаться от прививки, то отмену записи тоже можно сделать через личный кабинет на портале госуслуг. Татьяна Молокова, Георгий Кривошейн, Республика. В минувшие выходные журналисты Республики отметили свой профессиональный праздник. В этом году национальной журналистике исполнилось 115 лет. Именно столько существует чувашская печать. В газетах и бар с момента выхода которой ведется отчет родоначальницы национальной печати. С течением лет к печатным СМИ присоединились радио и телевидение. Прошедший год проверил журналистов на прочность. Несмотря на пандемию и ограничения, жители Чувашии круглые сутки имели доступ к оперативной и достоверной информации. Журналисты достаточно сложная профессия. Журналисты они всегда на передовой. И для Чувашии, и для всей страны в целом 2020 год был очень сложный. Но тем не менее, журналисты не прекращали свою работу ни на минуты. Поэтому то, что сегодняшнее мероприятие состоялось на таком уровне, присутствовал глава Чувашской Республики, поздравил всех коллег, всех нас, коллег с праздником. Это очень важно, это очень нужно, потому что признание заслуг и работы журналистов – это очень необходимо в наше время. В 2021 году многие средства массовой информации отметят юбилейные даты, причем очень весомые. 95 лет Чувашскому радио, 90 – нескольким районным газетам. Одно из самых молодых СМИ – наше телевидение. Ему исполнится 10 лет. На телевидении всегда работает команда. Это операторы, редакторы, режиссеры и огромное количество людей, которые помогают нам организовывать эти телевизионные съемки. И вы видели сегодня, уважаемые друзья, сколько было у нас наград. И это командная работа. Исполняющая обязанности министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашии Кристина Майнина уверена, новые проекты журналистов Чувашии будут еще более интересными и содержательными, направленными на создание привлекательного имиджа республики во всем медиапространстве. Республиканская медиаиндустрия представлена 169 средствами массовой информации. Лучшим из лучших представителям СМИ вручили награды и знаки отличия. Также были определены лауреаты республиканских премий имени Семена Эльгера, Николая Никольского и Леонида Ильина. Ольга Семенова, Алексей Зотиков, Георгий Кривошейн, Республика. Сегодня крещенский сочельник, он завершает череду рождественских гуляний. Одна из традиций этого праздника – купание в проруби. Считается, что вода в эту ночь становится святой. Прямо сейчас у купели около Свято-Троицкого мужского монастыря находится наша съемочная группа. Татьяна, расскажи, как обстановка? Сегодня очень холодно, вы там не замерзли? Кстати, окунаться будешь? Добрый вечер. Да, действительно, сейчас мы находимся около купели, рядом со Свято-Троицким мужским монастырем. Действительно, купание в крещенской купели – одна из традиций этого праздника. И сотни людей в крещенскую ночь направляются к проруби. Но в этом году время внесло свои изменения. Вирус сильнее желаний. Многие в этом году уже переболели коронавирусом. И, следовательно, их иммунитет осла, покупание в ледяной воде – это стресс для всего организма. Кстати, погружение в прорубь – это не церковная традиция. Мы специально уточнили в пресс-службе Чебоксарской и Чувашской метрополии. Люди соблюдают ритуал по собственной инициативе. Между тем, сегодняшняя ночь – одна из самых холодных, что делает процедуру еще более экстремальной. Так что я, наверное, все-таки воздержусь от купания. Тем более, соблюсти ритуал можно просто, умывшись крещенской водой с проруби. Крещение – один из самых священных праздников в православии. В этот день тоже колядует, как и во Рождество, и собираются за столом с вкусными угощениями и хорошими пожеланиями. В этот день запрещено ссориться и ругаться, а также запрещено делать какие-то дела, в том числе запрещено и рукоделие. Еще считается, что в крещении самый благоприятный день для бракосочетания. Но и, кроме того, если крещение будет солнечным, то лето будет жарким и урожайным. Юля. Спасибо, Татьяна. Смотрите, там не замерзните. Это, кстати, касается всех, кто сегодня все же собирается окунаться. Купели оборудованы на территории всей республики. Например, жители деревни Акозина Марпасадского района сами обустроили Иордань у себя в деревне. В этом году она будет работать уже в четвертый раз. Живой источник в самом центре деревни Акозина появился давно. Здесь всегда брали воду для питья и орошения земель. В крещенские праздники в этом месте всегда многолюдно. Но комфортным такое купание назвать было трудно. Вопрос решили сами жители деревни. На этом ключе просто так купались в ванночке, а потом что-то у нас инициатива захотелось, что-то сделать самим. Вот взяли и построили. Конечно, много народ помогал. Вся деревня работала почти. Многие соседи приходили, помогали, как ставили, как спускали все это. На благоустройство места ушло немало сил и времени. Вода, которая била из источника, образовывала вокруг болота. Технологию постройки купили, жители доработали сами. В ход пошли кирпичи, камни, песок и дерн. Результатом остались довольны. Что нравится? Все естественное. Все говорят, должно быть на открытой местности, как бы безопасно. Шаговые доступности. Ну, рядом дома, считай. А есть у нас, если вот искупались, можно погреться. Пункт для обогрева, место для переодевания, удобная парковка для машин и горячий чай. В этом году обустроенная купель будет работать в четвертый раз. Ольга Алексеева, Алексей Зотиков, Сергей Копеев, Республика. Но все же к проруби лучше всего идти тем, кто закален и хорошо подготовлен. В столичном клубе, объединяющем поклонников зимнего плавания, двери не закрываются даже в сильный мороз. Как правильно подготовиться к моржеванию и не нанести ущерб здоровью в крещенские дни в нашем сюжете. Круглый год эти люди окунаются в ледяную купель возле свято-тройского монастыря. Члены клуба моржей плавают в Волге в любую погоду. Татьяне 62 года, 10 из которых она занимается закаливанием. Это мне дает заряд бодрости, духа, оптимизма, позитива, ясности ума, твердости характера, снятие стресса. Я уже без этого не представляю себе из жизни. Мы зимой ходим через Волгу на лыжах, летом организуем заплывы. Я лично приплываю около километра каждый день. В клуб ходят как любители, так и профессионалы. Экстремалы участвуют в различных всероссийских соревнованиях и нередко привозят медали и кубки. У каждого своя история погружения в воду. Я в зимнее плавание пришел благодаря Андрею. Он меня позвал в этот вид спорта. Очень прекрасный вид спорта. В 2018 году тоже пригласил поплавать. Для начала просто в проруби окунуться, а затем уже как-то пошло само по накатанной, что позвал сперва на любви соревнования. А затем уже выступили сразу на Кубке мира, да и с триумфом выступили. Тоже привезли много медалей, рекорды привезли. В общем, продолжаем до сих пор прославлять, как говорится, наше спецуправление и Чувашию в целом. Совсем скоро спортсмены примут участие в Кубке России в Санкт-Петербурге. А для тех, кто только думает попробовать свои силы в зимнем плавании, моржи подготовили несколько советов. Нужно начинать, то есть если закаляться, нужно дома с контрастного душа, с душа, с холодной водой. Начинают как бы последовательно, начинают с ног. Самое главное, да, это расслабленность и улыбка. Ни в коем случае нельзя окунаться в напряжение. То есть обязательно. То есть на вдохе заходите и на выдохе голову погружаете в воду. Клуб работает ежедневно, а по выходным есть возможность посетить сауну после заплыва во льдах. Приходите, здесь рады всем. Ольга Семенова, Георгий Кривошейн, Республика. Зачем нам Анталия или Хургада? Мы в проруби купаться рады. Ух! Артисты Чувашского академического драматического театра имени Константина Иванова показали медработникам свой самый известный спектакль в деревне. В знак благодарности тем, кто находится на передовой в борьбе с коронавирусом. Спасибо, горе, спасибо! Ух, торзен, тавах, сирен, я ламси пленешень берет. В зрительном зале медицинские работники со всей республики. Каждый день они спасают людей, помогают восстанавливать утраченное здоровье. Они стали забывать, что такое отдых, не говоря уж про поход в театр, когда наконец-то можно сменить белый халат на праздничное платье и выходной костюм. Работая в красной зоне, видя ту самую вот такую тяжелую картину временами и испытывая график «работа дома, работа дома», наш госпиталь работает на протяжении трех месяцев, но все же мы тоже и морально, и физически, мы же тоже люди, тоже устаем. Я считаю, что такие благотворительные акции помогают взглянуть на нашу жизнь немножко с другой точки зрения. Театральные спектакли, постановки – это мир творчества, это возможность отвлечься, это возможность и проявить себя, реализовать свое настроение, свои желания, свое творчество, окунуться в мир спектакля, опереты и театральных постановок. Я считаю, что это очень необходимо, особенно в такой период, когда очень много сложностей и трудностей в нашей жизни. Поблагодарить медработников за самоотверженный труд приехал глава региона. Лучшим специалистам вручили награды. Новый выставочный год в Новочебоксарском художественном музее открылся юбилейной экспозиции Александра Мухина-Чебоксарского. В ней присутствуют и работы его учеников. Десятки картин в миниатюре, их размер настолько мал, что в зале находится несколько увеличительных приборов для просмотра портретов, пейзажей и сказочных сюжетов. Художник называет себя Чувашским левшой по аналогии с лисковским персонажем и даже сделал себе двойную фамилию, присоединив к своей названию столицу Чувашии. Александр Мухин-Чебоксарский – заслуженный художник Чувашии. В 1995 году окончил Московский государственный академический художественный институт имени Сурикова. Стажировался во Франции в Международной школе изящных искусств в городе Экс-Ан-Прованс. Уже более десяти лет живет и работает в Москве. Он доцент Академии акварели и изящных искусств Сергея Андреяки. Первый раз я на первом курсе в Академии художеств сделал портрет, потому что руководитель уехал в командировку и сказал, сделайте миниатюрный портрет, а размера не сказал. Я сделал размер со спичный коробок. Это начало. А в 2000-м уже я серьезной миниатюрой занялся уже последние 20 лет. Серьезно. Меня вдохновляет прежде всего искусство, а силу черпаю я естественно из окружающего мира. Но я вообще без ума от рисунка, живописи, композиции от разных жанров. Это просто жизнь. Просто не могу жить без этого. Написал около 400 картин. Широко известны его акварельные работы, где изображены храмы и монастыри, улицы, образы городов. На многих сценки из жизни обычной русской глубинки. Художник не просто воссоздает историю, он еще и восстанавливает утраченные с его точки зрения элементы. Педагог Александра Мухина Венера Сандомирова помнит любовь художника к деталям с детства. С Сашей Мухином я знакома со школьных, можно сказать, лет его. Потому что я у них преподавала черчение в восьмом классе. Участвовала с ним на конкурсе. Он всегда был именно в таком направлении работал. И в студенческие годы он кропотливо любил детали писать, кропотливо любил переносить точно то, что видит вокруг себя. Поэтому меня не удивляет его направленность. Мне очень нравится его направленность. Поддержать мастера на открытие выставки приехали и ученики. Художник от Бога, то есть преподаватель от Бога. С творчеством Александра Мухина я познакомился именно в Чебоксарах, на музее. Когда увидел, был настолько потрясен вот этой мощной энергетикой, вот это волшебство акварели, что я удивлялся, как же так вообще возможно, вот это как будто не рукотворно это все было сделано. И с тех пор я был просто, понял, что вот я хочу этим заниматься. На выставке не только работы, выполненные акварелью, но и карандашные рисунки с живопись маслом. Экспозиция под названием «Академия акварели» в Новочебоксарске представлена уже в пятый раз. Татьяна Трофимова, Сергей Копеев, Республика. Скорость, адреналин и дух соперничества в Новочебоксарске прошли всероссийские соревнования по легкой атлетике на кубок главы Чувашии. На три дня легкоатлетический манеж третьей школы Олимпийского резерва вновь стал центром королевы спорта. Более 600 легкоатлетов из 14 регионов страны соревновались за звание лучшего. На кубок главы приезжают сильнейшие спортсмены Российской Федерации, шестовички. В этом году их пять человек, и Анжелика Сидорова тоже в том числе. В последний момент решила тоже участвовать. Чувашская команда формирована из 80 человек, это четыре возраста. И хочется надеяться, что у нас будут призеры и победители. Кубок главы Чувашии имеет официальный всероссийский статус уже 9 лет. В стартах участвуют атлеты в категории элита, это взрослые и золотой резерв юниоры. Спортсмены в группе элита разыграли семь комплектов медалей. 3000 метров среди мужчин, прыжки в шестом среди женщин, и те, и другие соревновались в беге на 60 и 80 метров. На дистанции 800 метров серебро взяла уроженка Чувашии Екатерина Ишова. Не ожидала, конечно, что сегодня я побегу 800 метров. Это было решено два дня назад. Я каждый год здесь начинала с 3000 метров, но 800 тяжело мне. Ну, возможно, если бы чуть последний круг не затормозил, может быть, и могла бы выиграть. Ну, в принципе, нормально все, с начала сезона положено. В мужском первенстве лидировал москвич Константин Холмогоров. Мы специально к этим соревнованиям не готовимся. Они просто очень удобно в календаре стоят. Можно попробовать себя, попробовать посмотреть, что мы наработали, на каком мы сейчас этапе подготовки находимся, и уже от этого отталкиваться к подготовке к чемпионату. Среди юниоров до 20 лет первые две ступени пьедестала почета заняли представители Чувашии Даниил Дмитриев и Александр Зорин. Анжелика Сидорова, выступившая параллельным зачетом за Чувашию и Москву, стала лучшей в секторе прыжков в шестом. С результатом 4 метра 75 сантиметров подопечная Светлана Абрамовой возглавила мировой рейтинг. Юлия Важенина, Алина Сусметова, Дмитрий Салманов, Республика. Это были главные новости понедельника, 18 января. А я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин